Здравствуйте! Продукты питания в Перми перестали резко дорожать. Во всяком случае, по данным Перемстата, в среднем цены за апрель остались на уровне мартовских. Но по отдельным категориям они все равно продолжают расти. Так подорожали консервы, овощные и фруктово-ягодные, отдельные виды алкогольной продукции, чай, кондитерские изделия, масло оливковое, маргарин, мороженое, варенье, безалкогольные напитки, кофе, орехи, сухофрукты. Также сильно выросли в цене овощи, особенно картофель. По сравнению с мартом он стал дороже на 6,7%. Подешевели бананы, яблоки, лимоны, апельсины и виноград. Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Пермском крае в апреле составила 3690 рублей в месяц на человека. Что касается цен на непродовольственные товары. В апреле по сравнению с мартом подорожали мебель, парфюмерия, посуда, игрушки, канцелярия. На 6,5% выросла стоимость мотоциклов без колясок и скутеров. На 1,2% стали дороже железнодорожные билеты в купе. А билет на самолет эконом-класса в среднем вырос на 20,5%. До 5% увеличилась стоимость услуг по пошиву одежды, установке пластиковых окон. Зато до 10% снизились цены на зарубежные путевки. Ресторанный комплекс «Живаго» будет выставлен на публичные торги. Причина – долг перед компанией «Сайпрус Инвестмент» в размере 476 миллионов рублей. «Сайпрус Инвестмент» занимается предоставлением займов промышленным предприятиям. По данным издания «Коммерсант Перм» и сам «Живаго» и его кредитор – оба аффилированы владельцам агрохолдинга «Ашатли». Ресторанный комплекс должен быть выставлен на публичные торги по начальной цене не менее 198 миллионов рублей. Эксперты считают это рыночной ценой и уверены – объект выкупят сами владельцы агрохолдинга. Порт Перм расплатился с долгами. Судебные приставы завершили исполнительное производство о взыскании многомиллионной задолженности. Об этом пишет новый компаньон со ссылкой на управление судебных приставов. По договорам займа Порт Перм должен был компании «Марк Рич Реал Эстейт ГМБХ» около 3 миллионов рублей и более 1 миллиона 600 тысяч евро. Документ о принудительном взыскании задолженности уже находился у судебных приставов, но компания в пятидневный срок добровольно перевела всю сумму. Медведь-балалайка-матрешка, калита, варяг, ярила или злата. Жюри выбирает название и логотип для первой общеанциональной платежной карты России. В апреле россиянам предложили принять участие в конкурсе и самим придумать, как назвать отечественную пластиковую карту. Перечисленные названия, по словам организаторов, стали самыми популярными предложениями. Всего на конкурс пришло более 5000 заявок. Выпуск карты запланирован на декабрь этого года. А между тем, в недавно запущенной национальной платежной системе вновь случился технический сбой. Некоторые клиенты банков не смогли пополнить свои карты визой Мастеркард. Система отказывалась переводить средства и пополнять счет дистанционно или через терминал. Об этом известием рассказали пострадавшие граждане. До этого сбой случился 29 апреля, когда в течение нескольких часов никакие операции в системе Центробанка не были возможны. Руководство НСПК заявило журналистам, о системных сбоях речь не идет. Эксперты анализируют случившееся и будут все исправлять. Курсы валют на 8 мая. Доллар 50 рублей 36 копеек. Евро 57,22. На этом у меня все и удачи в делах.